Всем привет! И это видео будет о пустых баночках, но пустые баночки у меня декоративной косметики, наконец-таки. Редко вообще что у меня заканчивается из декоративки, наверное, потому что я как-то экономично все использую. Либо очень много всего купила и теперь не могу это все до конца толком и использовать. Есть некоторые средства, которые у меня закончились и хочу вам их сейчас показать. Но после этих пустых баночек я покажу вам зачистку, также декоративки. Первое, что хочу вам показать, это будет сисекрем от Lumine 6 в 1, SPF 20. Все о нем знают, все о нем слышали, все им пользовались. В общем, закончился. Это первый еще, который я покупала и который я вообще пробовала. Самый первый тюбик. В общем, закончился у меня. Очень экономичный. Я им пользовалась очень-очень долго. Не знаю, ну года пол, даже может быть месяца 7 я им точно пользовалась. Еще у меня закончился корректор от Париса. У меня была тональная основа и вот колпачок с нее. В колпачке был сам корректор. Мне он очень нравился. Я им была довольна. Он мне понравился больше, чем тональная основа, потому что тональную основу я максимум два раза, наверное, использовала. Все, она мне не очень понравилась. И оттенок был немой. И, в общем, она меня не устраивала. Но сам корректор, он такой, в принципе, плотный. Но когда раньше я его наносила, то получается, он как-то имел такую немножко масляную, либо, я не знаю, увлажняющую текстуру, да, что он не сушил область под глазами. Я им корректировала даже несовершенство на лице. Он светлее, чем, я не знаю, тональные основы, которые у меня были. Он, кстати, очень хорошо сочетался с CC-кремом по оттенку именно. В общем, он меня в целом полностью устраивал. Ну вот он закончился и уже подсох. Здесь есть остатки, но они уже как-то подсохли немножко. Уже не такие, как были раньше. Еще закончился у меня карандаш от Avon. Карандаш для глаз. И это был черный обычный карандаш, который мне очень нравился. Это из серии Glimmer Stick Diamonds. Он идет черный с блестками. Это был мой любимый карандаш. Я им пользовалась всегда, но он настолько экономичен, что я просто даже не знаю, как еще сказать. Здесь осталось совсем чуть-чуть, но я его уже все выбрасываю, потому что невозможно карандашом одним пользоваться 10 тысяч лет. Хорошо рисовал, держится хорошо, не растекается даже в жару, нет каких-то отпечатков. Если, конечно, сильно вы вспотеете, то тогда может быть, конечно, он нестойкий. Но вот в обычный день какой-то совершенно хорошо все держалось, мне нравилось. Еще также у меня закончились две туши. Ну, как закончились? Они начали подсыхать, и это ощутимо стало. Поэтому я их и выбрасываю. Это Ariflame. И одна у меня опять в одном, моя любимая. И вторая Volume Blast Mascara. Сначала мне Volume Blast Mascara не понравилась вообще. Здесь обычно тоже силиконовая кисточка, но такая вот прямая, обычная, ничего такого сверхъестественного. Мне она не понравилась чем? Тем, что когда я ею красилась, то, получается, у меня она осыпалась и отпечатывалась. И, в общем, никакая была абсолютно. Короче, она у меня лежала очень долго. Я не знаю, может быть, месяца три, а то и больше. Короче, я ею не пользовалась. Когда у меня стала подсыхать вот эта вот моя любимая 5 в 1, я думаю, ну, надо чем-то пользоваться. Как бы другой туши у меня нет в запасе. Как бы покупать особо не хотелось, так как у меня есть, в принципе, тушь, да. В общем, я ее достала и пользовалась ею. И она не осыпалась, к моему удивлению. Ну, как, уже, знаете, если долго носишь, там, я не знаю, больше 6, может быть, больше 11, там, 7 часов, то, да, где-то бывают крупинки какие-то осыпятся, но не так, как в начале. Хотя она в начале жирная такая была, да, и много продукта на кисточке, и она такая вроде бы жирная, а все равно осыпалась. Короче, не знаю, с чем это связано, почему вообще туши так делают, потому что меня бесит больше всего, наверное, не то, что она отпечатывается, тушь, да, любая, а то, что она осыпается. Потому что тебе никто никогда не скажет, что у тебя где-то что-то там случилось, что-то произошло, ты ходишь как панда, у тебя все осыпалось, все грязное, но ты ходишь, тебе все смотрят в лицо вот так вот, смеются про себя, но никто никогда ничего не скажет. 5 в 1 моя любимая, она и остается любимой, у меня была в коричневом оттенке, кстати, и честно, вот, может быть, еще даже приобрету, потому что цена бюджетная, по распродаже, конечно, по каким-то акциям, я довольна. Эту никогда не возьму, я, кстати, ее взяла по ошибке, потому что думала, что это тушь 5 в 1, и больше не возьму, и не советую. Так, еще у меня закончились блеск и бальзам для губ, блеск от Ava, Ultra Glaziver, я не знаю, у меня, короче, в оттенке Crystal Lilac, обычная серия, вот это вот, сейчас у них колпачок не черный, по-моему, а серебристый такой. Этот блеск со спонжем идет, и он не холодит губы, это обычный блеск. У меня был в розовом, таком, немножко оттенке, практически полупрозрачный, я его использовала на каждый день, допользовала его, когда работала в качестве бальзама. Бальзам от Ariflame тоже, из серии Spa, у меня был обычный бесцветный, я, в принципе, покупать его не буду, наверное, больше никогда, если только, там, мне что-то взбредет в голову. Короче, это не необходимость какая-то. Для меня необходимость, это вот масло от Nivea, масло для губ, тем более, что он смягчал прям не на 100%, максимум, наверное, на 40%. Я приловчилась его использовать под какие-то там матовые помады, под какие-то помады, которые сушат губы. Прежде чем нанести их, я наносила вот этот бальзам. Еще у меня закончились, именно закончились два лака, один от Evelyn, это у меня были витамины А, Е, Ф, французский маникюр, 551-й оттенок, ну, это даже не оттенок, наверное, просто 551-й номер. Такой полупрозрачный лак с множеством шиммеринок и даже блесток мелкого помола, и золотые, и серебристые. В общем, смотрелось красиво, прикольно, но в то время, когда я его покупала, это было очень давно. Закончился обычный бесцветный от Golden Rose, такая вот серия Париж, по-моему, называется. Обычный был бесцветный для того, чтобы покрывать сверху цветные лаки. Ну, вот и все мои пустые баночки. Сейчас перейдем к зачистке, которую я сделала. В зачистке как раз-таки больше, наверное, всего интересного будет для кого-то, потому что там очень много всего, потому что я очень много всего выбрасываю, от многого избавляюсь. Пересмотрела свои какие-то потребности. Конечно, очень жалко это все выбрасывать, но я, наверное, не буду именно выбрасывать, а поделюсь со знакомыми девчонками, которых я знаю. Если они захотят, то что-то оставят. Если нет, то нет, конечно, заставлять никто никого не будет. Как снимают блогеры обычно видео, что-то жрут. Так, ну вот, в принципе, все, что я собираюсь выбросить. Начну, наверное, давайте, наверное, с румян начнем. Выбрасываю вот такие румяна. Это румяна Catrice и Этуаль. Этуаль я приобретала еще у нас на Украине. Они еще хорошие, они как бы нормальные все. Не знаю, оттенок мне перестал нравиться. Давно я их приобретала, поэтому, в принципе, пора уже избавиться. Тем более, хочется что-то новое приобрести. Эти румяна, как вы помните, у меня был на них вообще на косметику Catrice обзор. И мне, в принципе, они нравятся. Все, они меня устраивают. Но они у меня разбились. Вот печалька в том, что они разбились. И, ну, оставлять вот так вот я их не хочу. Не закончились, а просто выбрасываю вот такие вот румяна. Тоже очень бюджетные, дешевые были. Оттенок очень похож на вот эти румяна, только эти немножко от Catrice идут с таким небольшим шиммером, что ли. А эти матовые идут. Вот я хотела, в принципе, найти аналогичные матовые, но вот нашла такие, они меня вполне устраивали. Но теперь они оба идут в мусорку. Еще избавляюсь от вот такого продукта, от Essence. Это бронзер, я не знаю, пудра бронзирующая, либо просто пудра. В первом оттенке, мозаика, в общем, называется она, по-моему. Избавляюсь тоже от нее. Пересмотрела я свои, как бы, вкусы, взгляды. Не знаю, меня они перестали устраивать. Так, еще у меня закончился, по-моему, закончился. А, нет, не закончился. Давно я показывала вот такой вот корректор. Он от Ariflame. Я им пользовалась, но он очень желтый. Я раньше очень сильно загорала, очень так интенсивно. И он мне подходил под глаза и так замаскировать что-то. Сейчас он мне совсем не подходит. Выбрасываю также вот такие вот корректоры-консилеры от Evelyn. У меня в разных оттенках. В 0,5, например. В 0,4 и в 0,6 есть. Вот еще 0,5. Короче, все оттенки, которые существуют, этих корректоров, они у меня есть. Но я попробовала другие корректоры. И с другими мне как-то проще работать. Другие мне не сушат область под глазами. Не скатываются в этой области. Потому что этот корректор-консилер все это делает. Он имеет свойство еще иногда убегать. Вот вы прыщ намазали, да, замаскировали этим консилером. А через время такое ощущение, как будто он испарился немножко. Бывает с ним такое. Я как-то мирилась долгое время. Он мне нравился, потому что он довольно-таки плотный. Я не говорю, что он плохой. Он хороший для начинающих девочек. Для молодых девочек. А так как кожа у меня уже, в принципе, не возрастная, конечно. Но уже ближе к этому, наверное, да. Все-таки 30 лет, я думаю, как бы это уже не 20. Вот. Поэтому я избавляюсь от него. И покупать... Я знаю, он в России продается. Но я покупать его не буду больше никогда. Этот я выбрасывала уже давным-давно. Но почему-то оставляла его все равно. Потому что мне нравился эффект выбеливания губ. Мне он, в принципе, нравился. Мне его запах нравился. Я ему давала все время шанс. Что ну вот, ну вот, я буду тебя использовать. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ну, в общем, короче, вот чуть-чуть уже точно выбрасываю. Потому что мне надоело. Еще вот такой вот от Avon. Этот, кстати, если я не сказала, от Parisa. Хороший оттенок. Все, запах, ну, вот надоел. Он как-то не увлажняет губы. Раньше увлажнял. А сейчас, наверное, уже просто срок годности закончился. Поэтому он на губах немного не так ложится. Да, и эффект этот мне уже не нравится. Вот этот от Avon очень мне нравится. И нравился Perfect Kiss серия. У меня это оттенок Pout More Pink. В общем, это такой сиреневый, наверное. Ну да, наверное, сиреневый, темно-розовый, красивый. Я его носила очень часто. Мне нравится сама текстура этого блеска. Потому что это блеск-бальзам. Я его 100% могу назвать блеском-бальзамом. У меня остались такие более светлые версии. Этот очень темный. И раньше мне как-то нравился. Знаете, я им очень любила весной пользоваться. Но сейчас я его нанесла даже вот на загорелую кожу. И мне показалось, что он очень темный. И он мне не идет. Абсолютно не идет. Я не знаю. Ну, бывает у меня такое. Так, еще у меня на выброс идет вот такая вот подводка Super Shock. Она мне, в принципе, нравилась. Все. Но, во-первых, времени уже прошло много. И, во-вторых, она очень твердая. Ее нужно наносить прям так жестко на кисть. И также рисовать ею. Ею именно нужно действительно рисовать. Потому что так вот просто взял какую-то мягкую такую муссовую подводку и нанес. С этой подводкой так не получится. В общем, она с блестками здесь идет. Кто пользовался Avon, в принципе, и когда-то брал вот такие вот подводки, тот знает, как эта подводка выглядит. Бутылек, в принципе, полный практически. Я ее использовала было такое время, что даже каждый день. Но она очень экономичная. Если бы текстуру у нее сделали по-другому, может быть, да, или сделали ее просто черной, ну, цены бы ей не было. Потому что вот эти блестки, которые содержатся в этой подводке, они имели свойство еще при нанесении самой подводки осыпаться и при том, когда вы ходите в течение дня. Еще покажу вам помады, которые выбрасываю, от которых избавляюсь. Ну, в первую очередь, это тинт от Ariflame. Он мне перестал нравиться. Он до этого меня, в принципе, устраивал, пока я не попробовала что-то другое, да. Попробовала другой тинт, и этот меня перестал устраивать. Он вот такого вот оттенка. На губах он практически, ну, еле-еле там что-то дает какой-то оттенок. Я хотела себе на лето такой тинт. Ну, вот на пальце, да, можно видеть, что уже след такой остался. Ну, на губах он такого именно оттенка какого-то очень заметного не дает, и это мне не очень нравилось. Еще отдаю вот такую вот помаду от Etuale. Очень мне нравилось, но у меня появилась ей замена. Ее здесь очень много. Я же говорю, я очень экономично использую все. Поэтому бывают даже иногда жалко вещи, какие-то продукты, потому что я ими не пользуюсь абсолютно. Вот такую помаду отдам кому-нибудь от Avon. Это у меня, кстати, оттенок Rip Papaya. По-моему, Rip Papaya, это серия, которая увлажняющая идет. Ультра, по-моему, либо, ну, вот такая вот в черной упаковке. И она такая увлажняющая серия идет, это не матовая. Это оранжевый оттенок, он немножко идет в розовизну, по-моему, если я не ошибаюсь. Мне нравился этот оттенок, я им пользовалась, ну, буквально вот совсем чуть-чуть, пока она мне нравилась. Теперь уже все, не нравится, и целая помада, в принципе, лежит без дела. Также мне не нравится уже и вот этот оттенок. Это помада от Color Trend Flirt. Вот такой оттенок, это обычный такой оранжевый, даже уходящий в морковный, наверное. Избавляюсь от помады Floor Mar. Такая нюдовая помада, она очень кремовая, она мне поэтому и нравилась. Но она очень темноватая, я вообще хотела, когда нюдовые помады только вошли в моду, я хотела себе нюдовую и взяла вот эту вот без свочи, без ничего и прогадала. Она оказалась темнее, но я ее также пользовалась очень даже часто. Но, как вы видите, помады тут еще дофига и больше. Ну, как бы мне даже не стыдно ее кому-то отдать, потому что там не какой-то обрубочек маленький, да. Еще также избавляюсь от вот такой помады. Это подобная помада Avon, которая увлажняющая. Вот такой вот оттенок. Но она идет немножко, по-моему, оранжеватей и она такая полегче. Эта серия, кстати, совершенство, по-моему, называется серия помад. И оттенок Creamy Melon. Она мне очень нравилась, я ее очень любила, эту помаду, потому что она прям вот действительно помада-бальзам. Вот эти вот две серии могу, в принципе, посоветовать спокойно. Да, я извиняюсь, наверное, в прошлом кадре немножко было темновато. Может, не все сводчи было видно, но, в принципе, не в этом, как бы, суть. А суть в том, что я выбрасываю, от чего я избавляюсь, да. У меня просто на улице уже, как бы, потемнело. У меня нет дополнительного освещения, поэтому, как бы, может быть немножко темновато. Сейчас мы переходим к ногтям. Да, много очень, как вы видите. Я выбрасываю лаков, и все эти лаки практически полные. Почему я избавляюсь от таких цветов? Поменялись вкусы, поменялись взгляды на жизнь. Как-то раньше очень хотелось быть цветной, яркой, такой, насыщенной, да. Нет уже такого вот настроения. Не то, чтобы даже настроения, а жизненный этап не тот. Мне не хочется уже вот таких вот ярких оттенков. Мне хочется чего-то приглушенного, как вы можете даже по инстаграм, по моей страничке, заметить, что у меня там больше как-то вот яркий педикюр и такие вот спокойные ногти, да, вот на руках. Я вам сейчас просто покажу, от чего я избавляюсь, как бы, это мой выбор. Если мне что-то захочется яркого, я всегда могу пойти что-то новое приобрести, правильно? Избавляюсь от, в общем, средств для рисования на ногтях. В свое время как-то я увлекалась, у меня даже как бы начало первое, там, по-моему, видео, рисунки на ногтях, именно маникюр. Пользовалась буквально там несколько раз ими, особо не успела как бы попользоваться. Средства хорошие, кому-нибудь пригодятся, кому-нибудь отдам. Еще избавляюсь от разных наклеек, здесь очень много всего, они всякие разные, поэтому, не знаю, даже надо показывать или нет, в общем, вот такие вот. И сейчас я уже этим не занимаюсь, в общем, мне как-то это все разонравилось, меня это все как-то уже не привлекает, поэтому все. Также выбрасываю средства от Макс Мар, это средство было для ногтей, это средство с эфирным маслом лимона, для того, чтобы выбеливать кутикулу от всяких разных цветных лаков и ухаживать, не кутикулу, ногтевую пластину, и ухаживать, конечно, за самой ногтевой пластиной. Средство неплохое, да, оно немножко высветляет, но, честно, мне даже дешевле, наверное, купить эфирное масло лимона и также все это делать, чем вот это вот, ну, не знаю, как-то оно стояло больше, я его не использовала. Избавляюсь от обильных блесток от Флор Мар, 393 номер, такие разные-разные мелкие-мелкие блестки брала для единоразового маникюра какого-то, поэтому лежат. Я очень редко ими пользовалась, поэтому не хочу даже оставлять. Еще избавляюсь от сушки Макси, она мне как-то приглянулась на прилавки, еще у нас на Украине я ее взяла и сюда же привезла, зачем, не знаю. Короче, я там ею не пользовалась и здесь тем более. В общем, никакущая вещь и никому не советую, если где-то увидите, то не советую. Еще избавляюсь от таких вот лаков, это, не знаю, даже как фирма, в общем, покупала в каком-то обычном недорогом магазине жидкие лаки, но очень хорошие, честно, очень хорошие, достойные. У меня под них были блески для губ, я ими очень любила пользоваться, они мне нравились, но, опять же, все, не хочу как-то. Цвета такие меня уже не привлекают. Также избавляюсь от лаков, лак Диваж, вот в таком вот дуохромном, наверное, цвете, зелено-фиолетово-синий какой-то, я не знаю, салатнивый. В общем, мне он нравился, но он при одном нанесении, он полупрозрачный. Дальше нужно 2-3 слоя наносить, и он потом дольше сохнет, и меня это не устраивает. В общем, кому-нибудь другому из девчонок подойдет, наверное. Вот такой вот для рисования, с тонкой кисточкой, зеленый, я брала для Нового года, для маникюра, тоже единоразово использовала. Когда вот, не помню какой год был, или дракона, или какой, в общем, зеленые макияжи тогда все делали. И вот, я делала зеленый макияж и зеленый маникюр. Также избавляюсь от таких лаков, светлых, молочных, они мне нравились, я даже в этом году ими весной еще пользовалась. Лаки от Макси, очень хорошие, не все, конечно, лаки у Макси хорошие, но вот эти неплохие были. Также избавляюсь от вот таких вот лаков, два от Макси, один от LCF. Прикольные оттенки, мне они также нравились, я ими также очень часто пользовалась, но все, прошло то время, не хочу. И также избавляюсь, как ни странно, может быть, для кого-то от таких цветов, это обычные, да, как это, телесные оттенки. Первый это от Malva, Shine Touch, в общем, это матовый оттенок. Он прикольный, все, но если просто наносить его матовым, без верхнего покрытия, то он скалывается на следующий же день. Если наносить верхнее покрытие сверху, то он становится уже не матовым. К этому лаку еще плюс ко всему должны были продавать матовое сверху закрепляющее покрытие, потому что так это просто вот, ну, обычная какая-то краска. Также избавляюсь от вот такого лака от Golden Rose. Мне он нравился, он золотой, я им пользовалась, очень даже любила пользоваться зимой. Но все, не знаю, как-то отвернула. Также избавляюсь от сахарного лака, от Divash. Мне он очень нравился в свое время, и этот эффект был модный в свое время. Сейчас как бы он продолжает еще быть модным, но мне уже не нравится. Вот баловство, единоразовое какое-то. Ну, вот, даже не единоразовое, а на один сезон, наверное, да. Знаю, видео получилось, наверное, длинным. Я надеюсь, вы не заскучали. В общем, в принципе, это все, что я вам хотела показать, все, чем я хотела с вами поделиться. Надеюсь, мы встретимся с вами в следующих видео. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok